Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На Доме-2 очередные перестановки. На Остров Любви отправили Алексея Чайчица, Романа Гриценко и Давида Анташвили. А с острова на Поляну улетели Иосиф Аганесян и Саша Шева. Как вы помните, недавно Катя Жужа покинула пост ведущей проекта. Ее место хотят занять Марина Африкантова и Тата Блеменкранц. Большинство зрителей поддерживают Тату. Руслан Минаков расстался с Кариной Прониной. Девушка и рада этому, она переключилась на Андрея Денисова. А Руслану симпатична Маша Агоева, которая отвечает ему взаимностью. Саймон Марданшин после ссоры с Марго Овсяниковой хотел покинуть Дом-2. Он рассказал, что залез в телефон Марго и увидел ее переписку, которая подтвердила ее прошлое. А Маргарита, хоть и говорила, что никогда не будет с Саймоном и не позволит с собой так обращаться, уже передумала и решила дать ему еще один шанс. Хочет покинуть проект и Алексей Чайчиц, но все-таки подумал и решил задержаться еще на немного. Он говорит, что в этом году обязательно покинет Дом-2 и займется модельной карьерой в Москве. В Доме-2 грядет битва двух проектных мам Татьяны Владимировны Григорьевской и Людмилы Григорьевны Дмитренко. Женщин пригласили на проект, они настроены по-боевому и намерены защищать своих детей. Ольга исполнила требования миллионов зрителей и наконец-то оголила свой живот. Но все равно ей не поверили. Многие отметили, что бандаж, который носит Толя, слишком похож на ту самую злополучную накладку для имитации беременности. По слухам, Александр Габозов уже находится на проекте, он живет вместе с Екатериной Зиновьевой. Саша Гойзяс и Костя Иванов не захотели вернуться на проект. Девушка сначала согласилась, потому что предложение организаторов было очень уж заманчивым. Но потом на одном из ток-шоу их попытались унизить по полной программе, а также забыли о своих обещаниях. Гойзяс написала, что на проекте с такими условиями нас не будет, условия как для собак. Костя Иванов написал большой пост, в котором негативно высказался в адрес организаторов Дома-2. Он рассказал о том, что голосования на проекте постановочные. Также Иванов рассказал, что проект давно под угрозой закрытия из-за очень низких рейтингов. Урезали зарплаты сотрудникам. Редакторы стали чаще звать старых участников на различные шоу, которым, к слову, платят от 10 до 25 тысяч за выход. Это хоть как-то поднимает интерес к проекту. На проекте давно не живет любовь, пишет он. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.